Социальное обеспечение новых регионов. Жители Донецкой и Луганской народных республик Херсонской и Запорожской областей начнут получать пенсии, пособия, льготы, образование и бесплатную медпомощь по российским законам. Индексации надбавки пенсии также будут проходить в том же объеме, что и по всей стране. Нуждающиеся семьи с детьми смогут оформить единое пособие. Электросамокаты и гироскутеры включат в ПДД. Электросамокаты, гироскутеры и иные средства индивидуальной мобильности внесут в правила дорожного движения. Максимальная скорость передвижения на них 25 км в час, при этом рассчитывать ее необходимо, исходя из приоритета пешеходов. Помимо этого, такой электротранспорт должен весить не более 35 кг. Их движение начнут регулировать специальными дорожными знаками. Перерасчет платы за вывоз мусора Запрет работать водителем такси для судимых за тяжкие преступления. Граждане стеснят или не погашены судимостью за убийство, похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой, преступления на сексуальной почве. Против общественной безопасности и конституционного строя не смогут получить доступ к управлению общественным транспортом и такси. Норма распространяется не только на россиян, но и всех граждан стран, членов Евроазиатского экономического союза. Защита животных Чтобы защитить животных от жестокого обращения в зоомагазинах и на птичьих рынках, правительство Российской Федерации начнет утверждать требования к местам их продажи. Это поможет исключить случаи, когда питомцы содержатся в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Ужесточение выдачи лицензий на оружие Граждане не смогут получить лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, если они проходят подозреваемым или обвиняемым в умышленном преступлении. Или же в отношении них правоохранители выдали заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. Получение земли от государства Россияне с марта 2023 года смогут быстрее получить землю от государства. Сроки согласования решения о предоставлении участка, находящейся в государственной или муниципальной собственности, уменьшатся. Так, срок предоставления земли сократится с 30 до 20 дней, а при согласовании схемы расположения земли на кадастровом плане с 45 до 30 дней.